Итак, друзья, мы начинаем готовить пончики, пончики не сладкие, безумно вкусные, творожные, однозначно украсит абсолютно как бы дом, любой стол, гости на пороге, у вас есть створок дома, уже все отлично, значит начинаем готовить. Все очень просто, берем в порог, амамовку я распишу, яйца обязательно моем, не забываем, сюда разбиваем яйцо, обязательно перемешиваем в однородности, сейчас все вам покажу, все супер просто. Для однородности добавляем сюда разрыхлитель и соль, а соль затрите, присохну. Размешиваем, должно получиться однородно и после этого добавляем муку, даже не останавливая камеру, можно приготовить за пару, я не знаю, секунд 30. Добавляем муку, но перед этим надо добавить укроп, а укроп нужно мелко порезать, забыла, режем укроп. Так, режем наш укроп, вот эти вот палки убираем в сторону, они нам не нужны. Если вы в это время варите картошку, то попробуйте добавить картошку, будет очень вкусно. Так, резать как шеф-повара я не умею, я так медленно, аккуратно, не режу пальцы людей вокруг, просто нарезаем. Укроп нам нужны для того, чтобы добавить и в сами пончики, и в сметану для соуса нашего, пончиковый сыр. Все просто, так, добавляем. Я даже не знаю, как вам в рецепте написать, сколько укропа, я добавляю сюда на глаз. И остальной укроп добавляем, вот это наша сметана. Сметана у нас многовато, я тоже добавлю укроп, сюда еще чеснок можно добавить. Ну давайте к соусу потом вернемся, давайте берем наши пончики. Добавили укроп, размешали хорошенько, просто до однородности. И добавили муку. Все, смешали до однородности, налили в емкость воду, мокрыми руками катаем шарики и делаем наши несладкие пончики. А, не смотря. Они получаются именно творожные, потому что здесь минимум муки, минимум всего лишнего. Это именно творог практически в чистом виде. Так, как проверить, что наше масло уже готово? Берем маленький кусочек, бросаем, если шипит, а оно не шипит, значит готово. Сейчас еще у нас не готово. Параллельно с этим нам нужна тарелка, полотенце. Полотенце все подойдет, лишь бы было куда стекать нашему жилу. Ждем 5 секунд. Так, бросаем еще кусочек и смотрим. Вот теперь вот шипит, теперь шумит, теперь можем все делать. Обязательно. Молит, это важно. По рукам не должно течь, но руки должны быть мокрые. И катаем шарики. Шарики не должны быть слишком большими. И все, пускаем. Маловато масла, видите. Должно быть масла в половину больше, минимум. Нет, буду масло ложить. И шарики делать поменьше. У меня уже слюни текут. Не знаю, как у вас там по ту сторону экрана. На самом деле, но вы видите, очень просто. Все смешали, очень быстро. Тут главная пропорция, нормально, знаете. И все, ваши пончики будут готовы с минимальными абсолютно усилиями. Все. Чуть-чуть прикручу, чтобы они не сгорели. Здравствуй. Так, пока наши пончики готовятся, делаем фонт. Берем сметану, чеснок. Я буду его тереть. Можно прессом его разделить. Можно его тереть, как хотите, как вам удобно. Зубчика вполне достаточно. Можно даже полуцубчика. Тут важнее всего аромат на самом деле. Поэтому это вот такие терочки маленькие можно купить у нас на домке. В домке Комьюа. Это лично мой магазин. Там можно купить подарки для близких, родных. Все для кухни. Все для того, чтобы творить ваши шедевры. Шедевры от вот таких вот маленьких терочек до замечательных, классных кастрюль, ножей. Кстати, нож Траматинов. Идеальный нож. Именно корикон. Кастрюлька такая, как ковшик, тоже на домке продается. Так. Добавляем укроп. И размешиваем. Сейчас Гришек будет возмущаться. Так. Все. Наш соус к пончикам готов. Наши... Я не знаю. Вы сосредоточки очень быстро готовы. Так. Смотрим. Еще чуть-чуть ждем. А тем временем можно как раз убрать это все, потому что... Ну, вы сами тут знаете. Сейчас мне скажут, что нельзя в руку собирать. Ну, как есть. Снимаю аккер, но показываю, какая я не хозяйка. Хозяйка такси. Последняя. Эффект присутствия. Надеюсь передать вам этот аромат. Просто безумные выпечки. Творог с укропом, с чесноком. Со сметаной пахнет сейчас на кухне так, что я, в принципе, готова слона съесть. Но уже, думаю, пока запекутся наши пончики не сладкие. Наши гости на пороге, я так думаю, да? А наши пончики тоже уже готовы. Это очень вкусно, я вас уверяю. Вот соус хороший. Вот вы ставите на стол, пока гости сели, пока налили безалкогольное вино себе или конфотики. Она чуть-чуть остынет. И со сметанкой крутить все, закидывать. То есть они даже холодными, они вкусные. То есть с ней все нормально, будет не переживать из-за этого. Конечно, делайте так, чтобы до дна не доставали ваши пончики. Но у меня уже так и есть. Можем не исправить. И смотрите, сильно много тоже пончиком наложите. Чтобы они хорошенько вокруг. Ну, похоже по всему обжаривались. Так. И давайте разрезать эти пончики, смотреть, как они. Разрывать, разрезать. Так. Готовы? Я надеюсь, аромат передается через экран, потому что это просто безумно. В принципе, 11 часов дня, а я ем чеснок. Простите меня всех, кто у меня сегодня увидит по собеду, но очень хорячом надо будет. Да не сравнится ни с какими колечками из лука, ничего. Это очень вкусно. Это безумно вкусно. Пока жарятся, я съем. К приходу гостей у меня уже пончиков не было бы. Так, перекладываем остывшее наше. А сюда сейчас будем загружать наше новое. Они уже, смотрите, уже погрумянились. Еще чуть-чуть, и уже можно доставать. Так, мы доставим. И сразу же загружаем новое. Делать в емкости пошире, побольше. Я раньше это делала в вокисковой уроке, как это вок, по-моему, называется. Так. Сразу быстро-быстро накидываем. Можно, кстати, я сейчас покажу. Можно детям сделать лучше вообще. Хотя, если честно, мои дети укроп не очень едят. И вот так с укропом они бы не ели. А если не добавлять укроп, то очень даже съедается момент. Даже не смотря на то, что он не ест. Так, делаем маленький мини-пончик для детей. Почему для детей? Ну, потому что, чтобы за раз в рот положить, и все. Можно, в принципе, и до гостей так же сделать. Руки обязательно у вас должны быть мокрые, но не должно с них капать. Потому что мы видели, да, в прошлый раз я когда положила, когда как на у нас муки, фактически взрывы идут. Раз. И последний. Все. Так, складываем в тарелку. Вверху укропом еще присыпаю обычно. Поэтому мы можем брать присыпать немного укроп. Обязательно либо со сметаной, либо со сметаной, соусом, с укропом и чесноком. Это уж как кто любит. Приятного аппетита. Уверена, вам понравится. Потому что это безумно вкусно. Какое у вас есть, чтобы он очень горячий. Это безумно вкусно. Это однозначно оценят ваши друзья, знакомые, коллеги. Это действительно классно. И плюс вы видите, это действительно очень быстро. Приятного аппетита. Уверена, вы попробуете, приготовите. Это станет вашим фирменным блюдом. Но, несмотря на то, что это ваше фирменное блюдо будет, не забывайте делиться этим рецептом со своими друзьями, знакомыми. И поделитесь обязательно этим рецептом с мамой. Потому что это очень быстро. Приятного аппетита. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Все время закупаю про это. Так, пончики не сладкие готовы. Они безумно вкусные, влажные. Они просто безумно вкусные, честное слово. И очень просто готовятся. Максимум минута. И все, тесто готово. Перетеркинули. Все, я пошла в курсе.